Детское радио! Ребята, мальчишки и девчонки, отмечаем Международный День Танца. Сегодня в студию Детского Радио мы позвали удивительную гостью актрису театра и кино, актрису озвучивания Любовь Аксёнова. Любовь, здравствуйте! Приветствуем вас! Здравствуйте! У нас прям студия озарилась каким-то светом, на самом деле, друзья, потому что мы очень рады, что вы к нам пришли. Вы такая милая, добрая. И, наконец-то, нам удастся с вами лично познакомиться. Благодарю! Я тоже очень рада. И улыбчивая, что очень важно. Начнём мы, наверное, с вами общаться с такой темой, что актёры, как известны многие мальчишки и девчонки, тоже ходят у нас в секции театральные, в театральные кружки. И в театральных кружках, и в актёрских вузах, на актёрских факультетах обучают обычно не только игре, не только актёрскому мастерству, но зачастую это и вокал, и танцы в том числе. Танцы, фехтование, да. Расскажите, Любовь, какой вуз вы заканчивали, какой университет, и чему вас там учили? И так ли это, на самом деле, да, про танцы? Всё верно, всё верно, да. Актёр очень многому обучается за 4 года. Я училась, Рати Гитис закончила, и это было самое невероятное время, честно говоря, моей, даже не скажу, юности, что ли, да, то есть как это всё происходило. Я всегда воспринимала всё, всё, что было в Академии актёрского мастерства, я воспринимала как сказку, то есть для меня это всё была какая-то огромная и большая семья, мы постоянно играли в какие-то игры, и да, конечно, мы танцевали, очень много было движений. Я до сих пор считаю, что танцевать — это потрясающе полезно и хорошо. Ну, вы, получается, у вас тоже была дисциплина хореография, да, куда вы приходили в зал всем курсом и на станках начинали какие-то делать экзорсисы? Мы делали, у нас были, да, и станок, то есть это такая больше балетная направление. Мы танцевали танго, фламенко, у нас был степ, чечётка, то есть это всё всяческие ритмические, даже не знаю, как это объяснить, ну, то есть степ или чечётка, ну, так я просто в двух словах, то есть это когда ты отбиваешь ритм ногами, например, вот в специальных туфлях, ну, это очень меня увлекало. Ну, то есть если режиссёр на съёмках вдруг случайно поменяет что-нибудь сценарий и скажет, «Любовь, сможете здесь вот симпровизировать, вот тут отбить чечёточку?» Время уже прошло много, вряд ли. Навык утерян. Но я быстро учусь, я быстро учусь, если мне скажут. Да, я думаю, что я вообще выступаю за то, что если, например, появляется какая-то задача от режиссёра, предположим, там, сделать чечётку, отбить, то мы находим педагога, с ним пару встреч, а то и больше, и потом вы это делаете специально под кадр, вот. Мне кажется, то, что происходило в университете, это то, что подготовка тела, то есть подготовка актёра к тому, чтобы он был готов, если что, заново это вспомнить и сделать. Конечно, есть мастера, которые до сих пор умеют это делать, но я нет. Любовь, а у вас есть, может быть, вы любите наблюдать за танцами, может быть, смотрите какие-то танцевальные шоу? Вот есть любимый стиль танца, может быть, вид танца? Да, у меня есть подружка, её зовут Кристи, она танцует, можно сказать, я бы назвала это так, экспериментальный хип-хоп, то есть она её преподает, и сама танцует, и у неё очень интересная позиция жизненная, философия, и вот она, сейчас мы с ней работаем, она мне преподает индийский танец, то есть это индийский танец и хип-хоп одновременно. Это получается, где вот что-то с такими элементами? Я, наверное, видел. Мне тоже, кстати, этот очень стиль нравится, потому что он отличается от других направлений, там как бы определённые какие-то точки телом есть, снова идёт плавное движение, потом снова что-то резкое, и вот эта резкая перемена ритма и движений очень смотрится эффектно, друзья. Да, это такая импровизация, постоянная импровизация, мне тоже это очень нравится, меня это как-то вдохновляет. А вы занимаетесь этим сейчас для съёмок каких-то, или это просто увлечение, хобби, ваше личное желание? Нет, для себя, для себя. Но это действительно развивает, получается, тело, ты можешь в любой момент как бы импровизировать, вот как Ириска сказала, когда режиссёр скажет, в этом кадре начни двигаться, и благодаря, наверное, этому стилю, этой технологии. Да, конечно. Вообще, когда начинаешь заниматься танцами, акробатикой, вообще любыми практиками, связанными с телом, мне кажется, как я это вижу, ты начинаешь чувствовать своё тело, как оно ведёт себя в пространстве. То есть уже меньше вариантов, что ты ударишься случайно об ножку стола, или ты как бы больше собран, ты более готов, не знаю, к тому, что ты не поскользнёшься. Как это говорят, зажимов нет. Да, да, то есть ты лучше чувствуешь своё тело. Вообще, тело — это как отдельный мир. И когда мы много сидим на месте и не двигаемся, это большое, мне кажется, упущение вообще для человека. Хочу ещё рассказать нашим ребятам. Любовь Аксёнова не просто актрисы театра и кино, она снимается в сериалах и в кино, но ещё и озвучивает, ребята, мультфильмы. И вот буквально вчера вышел мультфильм «Бука. Моё любимое чудище» называется этот мультфильм. И Любовь озвучила главную героиню в этом мультфильме. Это Варвара, да? Да, принцесса Варвара. Принцесса Варвара. Вот расскажите об этом опыте, Любовь. Как пришли к озвучиванию мультфильмов? Это мечта давняя или просто случай такой? Ну, я скажу так, наверное, это действительно можно назвать мечтой, однако я не называла это чётко для себя и не подходила к маме, не говорила, мама, я хочу озвучивать мультфильмы. То есть просто я всегда хотела быть как-то, как-то участвовать в этом мире сказок, мультиков или игр компьютерных. Мне всегда это очень нравилось. И, конечно, когда мне предложили впервые озвучить персонажа в мультфильме, я сразу же за... Согласились! Я согласилась, давайте так. Вот, и это удивительный процесс. Ты вот так вот в студии, ну, только, к сожалению, без таких замечательных партнёров, перед тобой просто экран, значит, персонаж, и ты смотришь на него и перестаёшь быть как бы собой в этот момент. Ты ищешь голос для него, ты поёшь песни. Характер, да, пытаешься понять этого персонажа. Да, это очень интересно. Она получается такая бойкая, боевая. Какая она ещё по характеру? Она, да, она своенравная, упрямая, но в то же время добрая. Она умеет дружить, умеет спорить, особенно с отцом. И она любит читать. Вот это качество мне в ней особенно нравится. И её вот эта любовь... Поближе к микрофону, ага. Её эта любовь к книгам как раз и приводит в удивительное путешествие. Вот как раз к знакомству с буквой. Что-то общее вы нашли у этой Варвары с собой? Вы с ней похожи? Можно так сказать? Нет, скорее нет, чем да. На самом деле я каждый раз отношусь к своим персонажам как к учителям. Я всегда чему-то учусь у персонажей и, соответственно, сама вкладываю что-то от себя. Но здесь я была абсолютно очарована её вот этой вот смелостью. Она абсолютно не боится. И вот эта вот... Решительность, да? И вот эта решительность как раз меня в ней очаровала и абсолютно влюбила меня. Попросим сейчас вас парочку фраз озвучить, как принцесса Варвара. Как вы озвучивали мультфильм. Итак, ребята, внимание. Принцесса Варвара сама заглянула в студию детского радио. Я тебя никогда не забуду. Ты самое доброе и славное чудище на свете. Сейчас что-нибудь ещё. Глупый зайчик. А чудище, то есть, получается, я сделала вывод такой прекрасный аплодисменты вам. Аплодисменты, да. Хочу ещё уточнить. Получается, чудище... Подружилась, да, с принцессой Варварой и принцесса Варвара с чудищем. Да, да, они нашли общий язык. Оказалось, что всё совершенно не так, как выглядело на первый взгляд. Вот. И было положено начало настоящей дружбе. Ну, чудище не очень страшное, не испугаясь? Нет. Это как раз то, что я хотела отметить. Вообще, мне дико нравится, как нарисованы персонажи, как они внешне выглядят. Это отдельное удовольствие для меня было в момент просмотра, как выглядит Варвара, как у неё прическа, у неё косичка, как выглядит Бука, как зайчик выглядит. Друзья, кто ещё не успел посмотреть мультфильм «Бука. Моё любимое чудище» — вперёд в кинотеатры. Знаете, Любовь, у меня возник такой вопрос. Что вот сложное было в озвучании этого мультфильма? Мы уже поняли, что приглашается актёр, видит перед собой картинку и должен перевоплотиться и найти характер, голос, да, что-то ещё. Вот какие трудности у вас возникли при озвучивании Варвары? Ну, наверное, самое сложное — это вот в самом начале, да, когда вы только расходитесь с режиссёром и вот этот вот момент поиска. Вот это, наверное, сложно. Ну, даже, ну, нет, вот как бы тоже так не нужно. Это же интересно в то же время. А голос устаёт через какое-то время. Я думаю, что не мне вам рассказывать, что через несколько часов, когда постоянно говоришь и играешь, тем более голосом, просто устает тот самый, как это, речевой аппарат. А сколько времени у вас проходили? Около 4-6 часов обычно идёт запись. В день? Да. А вы за один день это сделали? Нет, несколько было смен, конечно. Несколько дней мы озвучивали. Но всё равно это такой… напрягается голос, и он начинает уставать, особенно когда нужно кричать или там плакать. Когда ты играешь голосом. Давайте вернёмся в ваше детство. Предлагаю вернуться, раз мы уже заговорили о мультфильмах. Давайте. Был ли у вас какой-то мультфильм в детстве, ваш любимый, любимый персонаж? Так, мультфильм. Ну, если говорить вообще про персонаж, то мне всегда нравилась Алиса. В стране чудес. В стране чудес. В стране чудес. И мультфильм в том числе. Мне нравилась Джасмин в Аладине. Я одно время довольно много пересматривала Аладина или Красавица и Чудовище. И, конечно, мне нравилась Белль. Мне очень нравился и до сих пор нравится мультик «Советский русалочка». Ну, немного грустный, поэтому это… Такая, да, история печаль. Да, но я до сих пор считаю, что это один из лучших мультфильмов для меня лично. Я много проводила в детстве времени за прослушиванием аудиосказок. Вот, например, у моей, можно сказать, няни был виниловый проигрыватель, и я слушала там «Буратины», «Золотой ключик», вот такие сказки. Да, мы тоже застали. А пытались кого-то спародировать, может быть? Какие-то голоса повторить? Я вообще люблю пародировать. Или, может быть, переодеться вообще в лесу, например, и показать мини-спектакль своим родным и близким? Нет, наверное, я как-то… Я любила читать, например, стихи и любила петь. И вот на наших праздниках семейных бывали такие моменты, когда я там вот это вот вставала на стул и начинала концерт. Начинала концерт, пела в основном. Я любила музыку. Персонажей много вы перечислили. А вот есть ли какой-то персонаж, с которым вы прям ассоциировали себя, может быть, не сейчас, но вот в детстве больше всего? А вот больше всего это Алиса или Жасмин и Белли. То есть вот они как бы у меня ходили по кругу. То есть то я была Алисой, то Белль, то Наталья Рейро. Ну, Наталья Рейро все любили. Да, но мне тоже Жасмин, честно говоря. А мне кажется, у Любови было бы хорошо, вот потому что она сейчас нам показала голос, да, продемонстрировала. И озвучить новую версию Аладдина, которая, возможно, когда-нибудь еще выйдет, вы смогли бы спокойно озвучить эту главную тоже героиню. Я с радостью. Я еще раз повторюсь, мне кажется, это замечательный опыт. Вообще всем советую озвучивать мультфильмы. А книжки в детстве любили читать? Или лучше? Я вот больше любила аудио тоже сказки. Вот читать как-то. Слушать. Мне нравилось слушать, и мне нравилось, когда мне читают. Но, конечно, долго так не могло продолжаться, и приходилось читать самому. Помните ли вы ваши самые первые съемки в кино? Как это было? Что-то, может быть, было интересное, сложное? Какие были тогда на тот момент ощущения, любовь? Я помню, что я очень волновалась, поскольку никогда до этого у меня не было опыта съемок. И я выходила скорее на театральную сцену в институте. И это были спектакли или отрывки, а тут камера, какие-то люди, которых я не знаю. И вот самое волнительное — это ожидание. То есть кажется, что вот там выучил текст, приехал на площадку на съемочную, и вот сразу начинаешь блистать. Сразу ты звезда. Но на самом деле это не так. То есть ты готовишься, утром ты приезжаешь на площадку, грим, костюм, репетиция. Иногда все задерживается. И вот там через несколько часов тебя начинают снимать. А то еще и сначала общий план снимается. Все там издалека, а потом только крупно подходит камера. То есть это довольно длинный такой процесс, который мне предстояло освоить, вообще привыкнуть к этому. А какой это проект был? След какой-нибудь? Нет, первый педагог, след тоже был. Но это уже было пост. Первый мой фильм — это «Короткий метр шиповник» Нигины Саифулаевой. Потом еще были ряд сериалов, вот как раз след, там какой-то сериал. В общем, дальше у меня была такая работа. Я пробовала здесь сниматься, там сниматься, везде, где мы звали. Ну, набирались опыта, получается. Да, да. И дальше, только уже позже, у меня пошли такие более большие, серьезные предложения. Но это, я опять же повторюсь, это очень такой интересный проект, не проект, а процесс. И нужно было к этому просто привыкнуть по всему. Настя из Омска интересуется, написала вопрос для вас, Любовь. Вы ходили в детский сад в детстве, Любовь? Если да, то скажите, какого персонажа вы играли там? Помните ли вы, кем вы были в детском саду на утреннике? Я была... Я была Снегурочкой, точно. Я была... Еще чем-то? Лиса Алиса была, естественно. А почему естественно? Ну, естественно, мне почему-то казалось, что ты естественная, что я буду лисой. Еще я была Снежинкой. Да. Снежинка, Лиса Алиса и Снегурочка. Класс. Ну, мне кажется, все девчонки через этих персонажей проходят. Особенно Снегурочка, которая потом плавно уже перерастает, допустим, матушку Зиму. Я не все была персонажи. Вот Лиса Алиса тоже была, это естественно мне тоже казалось для меня. Вот до Снегурочки не доросла. У нас Вика на связи, и она хочет о чем-то вас спросить. Любовь. Вика, здравствуй. Вика, здравствуй. Здравствуйте. Привет. Какой у тебя вопрос? Задавай. У меня вопрос, какая у Любови была заветная мечта, когда она была маленькой? У меня была такая мечта. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, довольно долго я как бы внутренне, даже на каждый день рождения, задувая свечи, я загадывала, чтобы все всегда и везде стало хорошо. Вот у меня такая была мечта и желание какое-то. Такое кажется, что детское какое-то общее желание, но вот это до сих пор сохранилось, чтобы вот все всегда и везде стало у всех хорошо. Пусть будет так. Вот так я хотела всегда. А у тебя, Вика, какая мечта? Есть? Я хочу очень, когда вырасту, стать стоматологом. Отличный выбор. Отличный выбор. Главное, вот как мы выяснили, не останавливаться и двигаться в этом направлении. Это очень важная и нужная профессия, Вика. Спасибо тебе за звонок. Спасибо тебе большое, Вика. Вот, кстати, вы сказали, да, что в детстве пели, все время вставали на табуретку и демонстрировали свой талант своим родным. И вот слушательница Настя Герасева из Новосибирска спрашивает. Все дети любят петь, наряжаться и воображать себя каким-нибудь героем. Но почему все же вы выбрали актерское мастерство делом своей жизни? И есть ли у вас заветная мечта сейчас? Поделитесь ей со слушателем детского радио. Я думаю, что заветная мечта вот моя, ее также, в общем, до сих пор и осталась. Она до сих пор и осталась как-то внутренне. Почему актерство? Знаете, это был такой выбор спонтанный. Да, я пела в детстве и мне хотелось петь. Мне казалось, что я буду певицей. То есть я себе представляла, что я стою на сцене или что снимаются клипы, то есть что я в кадре. Но я почему-то, я не думала, я даже не допускала мысли, что я буду актрисой. Хотя мне нравилось, например, смотреть фильмы Содри Хэбберна и повторять ее мимику. И вот все эти, они такие еще красивые фильмы. Стильные. Да, и как-то меня это так завораживало. Вот. Поэтому, когда пришло время после школы, моя мама просто сказала, что, никогда не забуду, она сказала, слушай, ну, давай пойдем просто попробуем, иди попробуем, мы корову не проигрываем. То есть, что рисков нет никаких. И я подумала, действительно, и я как-то так, как будто бы даже не боялась. Это только потом, когда уже в момент поступления, конечно, там появлялись вот эти вот ладошки потели. Ну, как у всех, это нормально, как перед экзаменом там, или перед диктантом. Вот поддержка родных важна, очень важна. Когда мама или папа, или родные, близкие поддерживают и говорят, а попробуй, а почему нет? Да, и это было так легко как-то. Я пошла и поступила, и теперь я думаю, что это, наверное, одно из самых важных решений для меня было, потому что профессия актёра мне позволяет и петь, и танцевать, и на сцене стоять, и творить, и делать всё, что хочу, и быть сегодня журналистом, а завтра доктором. У нас мальчишки и девчонки, наши юные слушатели, очень любят забавные, смешные истории и рассказывать, и слушать. И я уверена, что им было бы интересно узнать, а были ли какие-то моменты, любовь в вашей жизни во время съёмок? Что-то забавное, смешное, что-то шло не по плану, не по сценарию. Может быть, там, где нужно было грустить в кадре, вы случайно засмеялись или какие-то другие ситуации? Расскажите какую-нибудь забавную историю со съёмок. Ну, первое, что я вспомнила, это не совсем со съёмок. В детстве я ещё в школе играла царевну Несмеяну, вот, и на сцене я, значит, стояла в короне, открылись, открылась сцена, вот меня уже видно, и вдруг у меня, что называется, попала смешинка, да, в рот. Я начала, я закрыла лицо руками, я начала смеяться, но это было так ярко, что всем показалось, что это я так классно играю, что она плачет. Все такие, вау, так здорово, так здорово, а у меня слёзы текли от того, что насколько мне смешно. Тут просто я, как, видимо, от зажима, вот я начала смеяться. А если сейчас возвращаться к фильму, например, «Бука, мое любимое чудище», самое смешное, это мои воспоминания о том, что, ну вот смотрите, когда озвучиваешь мультик, сначала, то есть когда я уже пришла озвучивать, там Варвару и вообще всех персонажей озвучил режиссёр. Чтобы понимать, кто за кем там. Как черновик. Да, как черновик. То есть по сути, это для того, чтобы и художникам было понятно, что рисовать там, где как губы смыкаются, да, чтобы слова были прорисованы. Вот. И это довольно смешно, когда царевна Варвара вдруг разговаривает мужским голосом, но с такой интонацией, что «Бука, Бука!» Ты самый невероятный! Я люблю тебя! Да, да, да. Именно очень хорошо ты показал. Это очень мило и смешно. После этого настроиться было непросто, да? Я порой просила, чтобы выключили мне черновик, потому что меня это довольно сильно отвлекало. Но в то же время необходимо слушать, чтобы понимать вообще, как это видит режиссер. Мне сейчас тоже почему-то стало очень смешно. Так, ребята, это игра. Позвонила нам Аня. Играть мы будем сейчас с Аней. Игра называется «Минуточка». Аня, приветствуем тебя на детском радио. Здравствуйте. Привет-привет. Здравствуй, здравствуй, Аня. Рассказываем правила тебе и любови. Конечно же, сейчас мы с Ириской будем задавать вопросы и давать два варианта ответа на каждый вопрос. Твоя задача, Аня, выбрать всего один ответ. И самое главное, надо ответить на все вопросы за минуту. Понятно? Да. Тогда начинаем. Так, первая будет отвечать Аня. Любовь, вы поддерживайте. Попробуйте, да, вторым номером здесь. Так, Аня. Обувь балерины. Пуанты или банты? Пуанты. Пуанты. Так, верно, молодцы. Идем дальше. Следующее. Приспособление, которое служит опорой для танцовщиков. Станок или обруч? Аня. Станок. Любовь. Станок. Верно. Так, дальше. Экзорсис означает счастье или тренировку упражнения. Первый вариант – счастье, второе – тренировка упражнения. Аня. Тренировка упражнения. Любовь, вы как читаете? Упражнения. Согласна. Верно. Движемся дальше. Матросская песня и танец. Арбузик или яблочко? Аня. Яблочко. Яблочко, согласна. Верно. Так, и последний, наверное, вопрос. Успеем древнейший народный танец. Вездеход или хоровод? Хоровод. Хоровод. Верно. Слушайте, успели. На самом деле, Аня, ты вообще справилась с нашим заданием на сто процентов. Любовь, согласна? Мы команда. Команда настоящая, это верно. Анют, мы тебя поздравляем с победой. Ты получаешь замечательную кружку с логотипом детского радио. Спасибо большое. Ань, расскажи, ты любишь танцевать? Занимаешься в каких-то, может быть, танцевальных коллективах? В танцевальном коллективе? Ну, я когда была в садике, я занималась танцами, но потом, когда я уже начала ходить в школу, у нас у меня автографика, и я не смогла ходить на танцы, поэтому... Но я люблю танцевать, да. Здорово. Анют, а с кем ты мечтаешь стать? Есть ли какие-то увлечения, может быть, у тебя? Ну, я бы хотела стать художником по свету. Ух ты, вот это да. Отличная, отличный выбор. Ну и, кстати, нужная, самое главное нужная, особенно для актеров кино, для актеров театра. Давай ты вырастешь и приходи, будем вместе работать на съемочной площадке. Анюта, спасибо тебе огромное за эту игру. Ребята, напоминаем, за самый интересный вопрос обязательно вручим подарок. И вот один вопрос от Маши из Петербурга, очень интересный. Спрашивает она вас. Любовь, а как вспомнить, пожалуйста, нравилось ли вам показывать этюды на неодушевленные предметы в ВУЗе? Да, нравилось. Мой конек был костер. Ну, то есть это были сначала дрова, которые начинали загораться, и потихоньку, потихоньку, каждая часть моего тела начинала превращаться в огонь. Вот, да. Это была ваша фишечка, да? Да. А это был маленький огонек или все-таки пламя? Нет, это был костер. Это был костер. То есть сначала просто дрова, которые начинали... Потрескивать ногами, да, и начиналось расходиться, и дальше уже и треск, и тепло, я думаю, обязательно было. Ну, все, способность к танцам, я думаю, что вы именно в этом этюде и показали. Наверное. Если бы... А, вот еще. А вы знаете, чем отличается Шипокляк от Бабки-Ёшки, спрашивает наш слушатель? Так, подождите. Сейчас, я говорю, стоп, я говорю, подождите. Шипокляк, она же из... Чебурашки. Да, из мультика. Старшитель Гена, да. А Бабка-Ёшка, она же из другой сказки. Да? Из другой истории. И я, насколько понимаю, Шипокляк, она не живет в доме, в избушке на курьих ножках, и не катается... Не летает в ступе. А вот если, кстати, вам бы выбор пал, кого бы озвучивали в большей степени? Сложный выбор. Но, наверное, Бабка-Ёшка все-таки. Лучше. Да. По характеру. Чувствую. Я предлагаю, на самом деле, вручить подарок. Вот за самый интересный вопрос мне показалось про неодушевленный предмет. Мне кажется, Маша в теме, она прям занимается актерским мастерством. Чувствует, да? Чувствует прям. Да, но мне еще и про... Мне понравился Машин вопрос и про Шипокляк, и мне понравилось про... Какой же еще был вопрос? Много было. Да. Ну, в общем, на самом деле, все вопросы очень интересные, и мне сложно выбрать. Ну, давайте тогда дадим действительно интересный вопрос про Бабку-Ёшку и Шипокляк. Прекрасно. Это, кстати, Маша тоже и задала. Ее два вопроса. Здорово. Так что вот так. Поздравляем вас с победой. Мы тебя поздравляем. Умничка. Время эфира заканчивается. Любовь, спасибо вам огромное. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо, что слушали. Я получила огромное удовольствие. Всего хороших праздников. Программа «Развиваемся вместе» заканчивается. Я и Риска с вами прощаюсь. Даня остается. Впереди игра «Сундучок с секретом». Детское радио.